Есть ребята, оооо, хорошая щучка, ооо, ребята, хорошая, только не сойди, пожалуйста. Друзья, всем привет, ну что, снова выходные, снова я выбрался на рыбалку, вообще сегодня как бы особо рыбалку я не планировал, потому что у нас обещали дождь, вчера целый день обещали дождь, сегодня обещали целый день дождь, но вчера не было и сегодня нет, смотрите, уже довольно так солнышко даже неплохо проглядывает, хотя вот когда выезжал из города было довольно пасмурно, погодка распогодилась и думаю даст нам порыбачить, сейчас время уже сколько у нас, время до обед, 12 часов и приехала сегодня в деревню Морозского, к сожалению вода очень сильно прибыла, вон как вы видите стали плыть всякие коряги, течение большое, вода мутная, но самое что интересно, рыбаков очень много приехал, ну прям в этом году я первый раз столько машин наблюдаю, ну и в целом пока поднимался вверх, довольно немало так рыбаков попалось, ну чем обычно скажем так, вон тоже впереди ребята плывут, ладно идут, плывить буду я, ну и что, давайте собирать спиннинги, сегодня взяла как обычно два спиннинга, помощней, ну и как говорится послабже, вообще конечно хочется уже половить хорошую щуку, а то вроде как-то рыбачить рыбачу, но все как-то хорошую щучку не получается, мне половить, по окуням вроде как бы тут плюс-минус все нормально, а вот с хорошей щукой как-то мне вот пока не удается, ну вот и сегодня я не знаю, сейчас вода прибыла, где рыбу искать, на что вообще надеяться, все конечно это очень плохо, потому что ну возможно сейчас она опять где-то в траве, где-то в берегах, где-то там небольшая опять может стоять, теперь давайте по приманкам посмотрим, что нам взять лучше, на микроджик наверное поставим что-нибудь вот такую, это свинки 2,5 дюйма, от компании Essex, цвет зеленое такое машинное масло, такая вот приманка, это у нас будет наверное на окошко скажем, ну а на щуку давайте что-нибудь побольше взять, я вот не знаю, вот можно что-нибудь, что-нибудь либо вот яркую взять, трехдюймовую Аванура, либо можно вот такую Шизи, 3,6 дюйма, тоже в принципе яркая, либо вот такую, вот я не знаю, давайте попробуем Шизи, вот что-то интересное, я вот на такую приманку ни разу даже не пробовал ловить, и ну такая прогонистая в принципе приманка. Вот что-то столько много воды, да я вот только-только приехал, вы да с поспелкой вода сплавляетесь, с поспелкой вода сплавляетесь. Не знаю, если поймают, что так выложу, если нет, ну тогда вряд ли, вода большая, тоже как бы. Так, ну все, в общем, собрал спиннинг, я оснастил приманками, ну и давайте приступать уже непосредственно к рыбалке. Сейчас вон тут двое ребят попались, сплавляются, ну говорят, что-то рыбка прям совсем не клюет. Они вот с утра идут вниз сплавом, ну и что-то говорят, так, что-то пару окушков всего лишь. А там, когда лодку собирал, там мужики как бы отрыбачились, ну и там что-то так подслушал среди разговоров, там у них спрашивали, ну вроде говорят, что-то как бы там щука-окунь вроде как поклевывает. На резину, на блесну. Ну, в общем, это в целом опять ситуация маленькая, скажем, как обычная. Блин, у кого-то клюет, у кого-то не клюет, но в целом, конечно, с клевом, я думаю, будет похуже, потому что, ну, вода прям сильно скаканула. Прям, я не знаю, ну на метр-то, наверное, точно, если не больше. Поэтому клев, конечно, ожидать какой-то хороший, навряд ли, приходится. Так, есть, ребят, ну вот, слушайте, не прошло, скажем так, пяти минут и попался первый небольшой окунишка. Да, конечно, не самый большой, такого, наверное, мы даже отпустим, но в целом уже, скажем так, получилось поймать первую рыбёху, и я думаю, это очень даже неплохо. Вообще, ну, из своего небольшого, скажем так, опыта, ну, не так давно я всё равно стал рыбачить, скажем так, активно, я, в общем-то, понял, что не всегда бывает хорошо клюет, когда воды мало. Ну, в смысле, были рыбалки, когда вот приезжаешь, вот так же, как воды много, прибыла вода, такой думаешь, ну, чё-то плохо. Ну, вроде чё-то ловишь, как бы такой, думаешь, ну, да, клёв неважный, думаешь, было бы воды поменьше, было бы круто, можно было бы нормально половить. Потом приезжаешь через пару недель, вода упала, всё круто, всё чётко, должно клевать, ещё хуже клюёт. То есть, ну, как бы клюёт, но хуже, когда было воды много. Так, надо, наверное, подняться всё-таки повыше, где там наш опушок-то. Фу, слушайте, ну, погодка что-то прям вообще слишком даже хорошая. Да, ё-моё, прям жарко становится. Вообще не похоже на то, когда я выезжал с города. Ну, конечно, в любой момент могут тоже точки нагнать и пойти дождь. Да, течение, конечно, довольно сильное. Не успевает даже приманка на дно опуститься. Эх, вот так. О, ребят, слушайте, вот это что-то хорошее. А, шнурок. Фу, вот поднялся, как я и сказал, тут кинул в бережок. И шнурочек, блин, я подумал, окунь хороший. А здесь у нас шнурочек. Ну, ладно. Тихо. Тихо, парень, не дури. Ну, да, конечно. Ой, вот тут еле-еле тут за краешек совсем цепанул. Давай, беги. Слушайте, да неплохо. Плохо, только что вот поймал окуня и уже щучка у нас тут красуется. Это довольно бодрое начало получается. Правда, конечно, рыбка вся мелкая. Это, конечно, не есть хорошо. Но хотя бы уже какая-то активность есть. Ну, и в целом скучать, надеюсь, сильно сегодня не придется. Ну, вот, как бы, да, такая мелочь, конечно, она стоит, наверное, сейчас по большой воде. Вот там в кустах, у берега у самого. Но вот мелочь-то вот совсем не хочется такую ловить. Так, есть, ребят. Ну, что там? Кунишка, правда, совсем небольшой. Попался. Опа. Так. Да, тут, конечно, в кустике меня тут хорошо прибило. Но хотя бы так. На груз, потому что я тут пробовал вставать. Ну, течение сильное. У меня груз-то, как бы, не цепляется. А так в одну волочится. Поэтому сносит меня. Слушайте, ну, рыбаков что-то сегодня прям хватает. И с плавом много народу идет. Ну, и на моторах, как вы слышите, тоже. То вниз, то вперед все. Идут, да идут. Опа, опа, опа. И тут уже, эх, ну, вот уже немножко побольше. Эх, попался тут. Ну, тоже, тоже еще, конечно, не кондиция. В принципе, слушайте, неплохо. Хотя бы так, хотя бы так. Рыбка вроде поклевывает. Да, пока маленькая, конечно. Ну, и приманка у меня тоже маленькая. Они вот здесь, скорее всего, у лодки стоят. Ближе где-то подо мной. Ага. Снова была поклевка, говорю. Ну, не прям подо мной, где-то они поближе стоят. Опа. Уже решил вот опустить к берегу. Ну, и вот. Вот это уже, ребят. Эх, кабанчик побольше. Такого можно уже и взять. О, нифига себе, что-то я не понял. Смотрите, он какой-то, вон, щука, походу, его пыталась хватать. Хвост какой-то ценный. Ну, ладно, парень, возьмем у тебя. На передержку, так сказать. О, сейчас кто-то здесь, слушайте, плеснулся. На течении может есть. А может, я не знаю, может, и щука-сок у него, кто его знает, кто тут может быть. В этом году, кстати, езя прям вообще нет. Конечно, обычно он здесь клюет, как бы, в начале лета, в июне. Но поскольку в июне особо-то я и не ездил, и воды было много. В общем, нельзя, по итогу, как-то непонятно. То ли он, его здесь нет, то ли он есть, но уже, как бы, не клюет. Ну, как будто его особо-то и нет. Потому что, ну, хотя бы нет-нет, то он бы поклевал, бы попадался. Вон, что-то я один раз его, по-моему, езишку одного поймал в этом году здесь, и все. Поэтому езя так-то тоже было на микроджик-то. Очень интересно половить. Даже порой интереснее, чем окуня. Потому что, ну, какой-нибудь там 500-800 грамм смело садятся. Как бы, окуня, такого довольно трудно найти. А с езем попроще было. Но, вот, говорю, в этом году как-то тишина по езям. Опа, 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 опа. Есть, ребята. Ага. Стоит окунишка, значит, здесь. Несмотря на то, что здесь глубоко. Окунишка здесь и есть. Собственно, вот, как видите, костровище, да, и оно в воде. Ну, это говорит о том, что здесь, по идее, пляж. То есть, пляж весь в воде. Вот так вот водичка прибыла неплохо. Так, ну, что, продолжаем, друзья, ползать по кустам. Есть, ребята. Кабанчик. О, хорошие кабаны. Ну, вот, это уже, да, съедобные экземплярики. Подсаживаются. Но, к сожалению, приходится вот ползать по таким вот корягам. Течение сильное здесь и никак здесь и не провести, и ничего. То есть, они вон там, вон, сидит. Он там даже никак не забросить при большом желании. Ну, и сейчас тоже тут в одном месте тоже стоял. Тоже было два таких хороших ударчика при опускании в такие вот коряги. Давайте попробуем. Да, погодка, сами слышите, что-то гремит. Ветерок усилился. Ну, в общем, может и дождик покапать. Временами, в общем, кидаю крупную приманку, резинку в надежде на то, что клюнет щучка какая-нибудь. Но пока нифига. Да и на микроджиг особо-то поклевок-то нет. Все вот только вот в кустах что-то ответственным джигованием подсиживаются и все. Где-то так более-менее провести-то не получается. Ну, потому что, говорю, течение сильное, вода большая. То есть, и груст у меня даже не успевает опуститься на дно. То есть, и меня несет. Как-то, как-то все так не особо. Ну, и встать тоже где-то. Вроде станешь, а толку особо нет. Вот, вроде, неплохая здесь и братка есть, и какой-то вот затишок. А что-то вот никого здесь и нет. Есть, ребят. Что-то небольшой шнурочек, что ли. А, кто-то был, кто-то был. Ну, щука, щука, скорее всего, подсаживалась. Блин, вроде неплохо так что-то подсело. Но это слишком сильно на меня пошло. И слабина, короче, была. И, в общем, удалось ей уйти. Но я даже не понял, хорошая что-то или мелочь была. Ну, что-то давила. Что тут скажешь? Что-то кто-то был. Ну, что, у нас тут дождик начинает уже покапывать, да, так подзатянуло. Гремит, сверкает. Ну, вот, и по чуть-чуть уже капает. Рыбаки сразу что-то куда-то в сторону дома пошли. Много лодок. Ну, я как бы не знаю, надеюсь, пока все же я с собой взял там небольшой дождевичок, который ненадолго меня сможет спасти. И все-таки, ну, планирую все-таки переждать его, если он будет. Потому что, ну, все-таки рыбалка у меня, можно сказать, только началась. Ну, и как бы сваливать-то, конечно, пока совсем не охота. Да и тем более, если уж сваливать, пока идешь до берега, я дойду, я уже к тому времени. Ну, если хороший ливень зарядит, я все равно промокну. Ну, а так, может, шанс есть, что он пройдет и, в принципе-то, закончится. Потому что, ну, гроза такая, как бы, сильно идет и, ну, не думаю, что она надолго должна затянуться. Хотя, конечно, может быть, все что угодно. Так, ну, и что у нас? Где щуки-то? Вроде, что-то там, говорю, блин, одна сошла. Вроде еще какая-то была, то ли потычка, то ли что. Где все щуки? Есть. Поставил микроджиговый спинюк. Спинюк и... Да кто там? Кто-то, блин, ушел. Зараза такой. Ветки ушел. Ну, выходи. Блин, походу, там уже, наверное, никого и нет, мне кажется. Да, 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 да. Никого уже и нет. Порезит такой. Пу-пу-пу-пу. Так, есть, ребят. Ну, вот. Все же я поймал, не знаю, может, того или другого. Так, ну что, сидим, ждем. В общем, дождик такой. Зарядил. Ну, вроде не сильно сильный. Но непонятно. Зарядил такой, который, может, знаете, целый день. О, блин, сверкает еще. Ладно, что, пока чайку пьем. Что делать-то? Здесь по деревцам пока спрятался, но немножко спасает. О, все, начал усиливаться. О, сейчас чувствую, польет хорошо. Дождик вроде прекратился. Правда, конечно, неплохо так меня подмочило. Полчаса где-то так поливал неплохо. Не сильно, не ливень, но, скажем бы, прилично. Но сейчас вроде вот как будто бы уже успокоилось. Ну, и даже что-то так посветлее стало. Так, ну, поэтому можно, так сказать, продолжить рыбачить. Если сегодня можно назвать вообще это рыбалкой. Рыбку вроде как бы ловлю, но как-то вот не так, как хотелось бы. Все сидит в корягах и все как-то на проводке у меня особо-то и не получается. Ну, все, дорогие друзья, наверное, придется с вами распрощаться, потому что дождь что-то зарядил опять и как-то особо не хочет прекращаться. Вот как-то так вот средненько идет, но вот прям рыбачить совсем не дает. Вот мешает, я уже, ну, блин, москвозь промок. Трусы мокрые, сам тоже мокрый. В общем, как-то, как-то все не очень. Хотя вроде вот там просвет какой-то есть, но вот он уже давным-давно, а толку от него особо нет. Ну, а дождь уже, блин, скоро уже два часа будет идти. Есть. Опа, у нас тут такой мишка. Небольшой подсел. Дождик вроде как кончился. Нашел он два часа. Ну, и как вы понимаете, за эти два часа он, ну, вымочил меня в прямом смысле до трусов. Ну, сверху-то вроде я тут, ну, так. Более-менее, снизу, конечно, весь сырой. Хотел уже домой идти и, как бы, вроде тут что-то тут маленько так попробовал порыбачить. Там пока зацепил, пока отцепил и вроде что-то голову-то поднимаю. А вроде он уже и закончился. Вот и не знаю, вроде и вот и комары сейчас начали долбить. И не знаешь, вроде и домой ехать, а вроде что ехать уже все равно вымок. Да и рыба-то что-то как-то непонятно. Вроде и то с этим дождем я так и понять не могу. Ну, вот так вот как-то изредка что-то какие-то окунишки пытаются клевать. По щуке что-то пробовал, где, не знаю, все, говорю, воды много. Где эта щука сейчас непонятно. Все какие-то коряги, ямы там сейчас воды вообще много, течение сильное. Попробовал покидать нифига. В общем, как-то все так себе очень как бы средненько. Хотя вроде нет, нет, смотрите-ка. Вроде и поклевывая эта конюшка-то. Если найти местечко. Вот это уже съедобный экземплярик. Снова у нас окунишка. Но, правда, уже маленький размерчик совсем. И такая вот здесь шелуха оказывается стоит. Кстати, на одной из прошлых рыбалок в Морозково, вот в этом месте, как раз таки вот здесь у меня сошла щука, которая там, помните, на 2,5-2,8. Вот именно в этом месте. Но вот сейчас вода прибыла и тоже тут уже все изменилось, скажем так. Течение стало сильное. Ну и как будто бы большого смысла здесь нет искать. Хотя вот окушки какие-то вроде есть. Опа, ребята. О, смотрите, лещ. Вот это да. О, леща поймал. Нифига себе. Вот это да. Ого. Вы только посмотрите, кто тут у нас подсел. Товарищ лещанский. Ничего себе. Да, такой подлещик может грамм. Сколько там он может быть? 300. Но, тем не менее, в принципе, довольно редкий экземпляр на резину. Давай, беги. Ну вот, ребят, наконец-то и на крупную резину попался у нас окунишка. Ну, причем даже не самый большой. О, но резинка зато крупная. Да, что-то щука сегодня не хочет брать. Хотя, почему сегодня? Она уже у меня тут все лето не берет толком-то. Было вот. Опа. Ага, хватал. Было в начале лета, когда я там оторвался по щуке на одной из рыбалок. Там, да, было хорошо. Ну и все. Потом там следующая рыбалка тоже была уже похуже. И как-то все. На этом раздачи щучьи закончились. Ну все, уже сожрали приманку снова. Что-то мне там уже немного осталось. Ну, на сегодня-то хватит, но на следующей рыбалке уже придется что-нибудь другое ставить. Ну, погодка что-то совсем распогодилась. Здесь уже и солнце стало жарить. Прямо уже жарко становится. Так, ну и рыбалка-то как бы у нас в Пагита уже должна завершиться. Время-то вроде как будто бы есть. Но, во-первых, я здесь уже потихонечку подплываю к логическому своему завершению. Да, в принципе, можно подняться. Можно еще и вниз. Как бы река-то большая. Но что-то мне уже как-то не очень шибко. Куда-то хочется передвигаться. Потому что, ну и время как бы уже вечереет, скажем так. Так, ну и говорю, рыбка как-то не совсем не нравится, как клюет. Клюет, но не так хотелось бы. Здесь, ребята, о-о-о-о, хорошая щучка. О-о-о, ребята, хорошая. Только не сойди, пожалуйста. Только не сойди, пожалуйста. О-о-о, мощно, мощно. Это хучука, нет? Может, какой-нибудь есть? О-о-о, ну это, слушайте, что-то хорошее. Это надо будет и под сак убрать. Вообще не факт, что я ее просек. Нет, да, да, ребят, щука хорошая. Это хорошая щучка. Вот такую я и ждал. О, куда ты идешь? О, подлодку. О-о, ребят, это хорошее. О-о-о, вот это, ребята, хорошее. Ух ты. Нормально, отлично, щучка. О-о-о, ох ты. Давай, 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 давай. Фу, дома. Ну, наконец-то, поймал я свою рыбьёху, какую хотел. Ох, ох, ребята, мощная щука. Ох, мощная. Ну, не рекорд, конечно. Хотя, слушайте, наверное, в этом сезоне, наверное, можно сказать, что и рекорд. Ну, такая должна быть полторашка. О, а где она у нас? Отцепилась уже. Ничего себе. И вправду. Смотрите-ка, уже отцепиться умудрилась. Ну, да, ее, видите, просечь довольно таким маленьким спинником легко. Но, смотрите-ка, какая красавица попалась. Фу, ну, это хорошее, хорошее. Это самая зачетная щучка. Да, отлично, отлично. То, что нужно. Ну, давайте еще похвастаюсь маленько. Ну, да, ну, не, нормально. Для микроджига, да и вообще в целом. Учесть, что я последние рыбалки ловлю. Это очень хорошая рыбка. Да, не трофей, не сильно большая. Но, все-таки, это уже нормально. Взрослая следобная щука. Я, в принципе, уже, как видите, там вдалеке уже домики виднеются. Я, то есть, здесь прямо уже у самой деревни поймал ее. Блин, там по корягам по таким ползало. Тут вот. Ну, тут, как бы, да, тоже местечко неплохое. Но сам факт, что там, вроде, блин, такие места, да. Тут, пожалуйста, вот тут можно, как говорится, с берега было ее поймать. Ну, и доставило, блин, прям нормально удовольствие. Как бы, и эффектно получилось. И вот прям, как бы, получилось, что я закидывал далеко. То есть, прям на хорошей проводке. И прям дала такого бою. Тут, как бы, и течение, и все. И прям так хорошо. Понравилось мне, в общем, ее вываживать. Ну, все, дорогие друзья. На этом рыбалку я свою заканчиваю. Ну, получилось, в принципе, даже неплохо. То есть, в конце был неплохой такой бонус в виде хорошей зачетной щуки. Ну, а так, по рыбалке, в принципе, ну, конечно, было так. Средненько вода прибыла. Вон, как видите, мусор, палки и ветки все несет. В общем, не совсем это хорошо. Поэтому, как-то так. Ну, на этом у меня все. Спасибо всем, что смотрели. И всем пока. До новых встреч. Продолжение следует.